Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! И у нас очередное живое видео, экшн-видео, как я смеясь его называю. Здесь вот в QR-коде зашифрованы все наши данные, адрес сайта, имейлы, телефоны, фамилии, имя, отчество, адреса, в общем все явки. Лаборатории психологического обеспечения научно-практического центра АКМЭ. Кто захочет, на любом телефоне, на андроиде, на iOS, на Windows Phone, есть специальная программа QR-код, считыватель. И вы можете считать и получить соответственно у нас всю необходимую контактную информацию. А сейчас я переверну эту методичку, как вы уже видите по цвету нашей фирменной методички. Очень он мне нравится, такой голубенький. Я сейчас переверну и вы увидите бомбу нашего изготовления. То, что мы делаем, то, что мы предлагаем своим коллегам, друзьям, это методика классификация. Так вот она выглядит. Патопсихологическая методика классификации. Вот только мы ее получили опять же из нашей типографии. Привезли нам ее. И так выглядит методическое руководство по данной методике. Соответственно, здесь описано все, 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 все. Очень подробно. Если вас что-то не устраивает, что-то не хватает, соответственно, вы открываете книжку Патопсихология Блюмы Вольфовны Зайгарник и читаете, изучаете ее. Я лично ее знаю наизусть, эту книжку. Могу сказать, на какой странице, что и как, по каким нозологиям описано, по каким синдромам патопсихологическим там все пояснено. Так вот выглядит методическое руководство методики классификации предметов. Соответственно, отложим ее в сторонку. И, собственно, самое главное. Методика предполагает стимульный материал. Стимульный материал состоит из ровно 70 карточек. Лаборатория НПЦ ЭКМЕ располагает двумя вариантами. Первый вариант это вариант 56 года выпуска. И второй вариант, если не ошибаюсь, 78 или 79 года. Оригинальный вариант сейчас на ваших экранах. Это вариант 56 года. 70 карточек. И вот таким образом эти карточки выглядят. 70 карточек. Инструкция. Кто знает, тот поймет меня. Инструкция. Здесь все находится очень подробно описано. Соответственно, предлагается сложить эти карточки испытуемому каким-то образом. Ну, по инструкции там специалисты прочитают. Кто не знает, тот узнает. Кто знает, у того вопросов не возникнет. Соответственно, 70 карточек. Абсолютно аутентичных тому варианту карточек, которые использовались в послевоенное время. Когда впервые стали появляться публикации Блюма Вольфовны Зигарник. И который, в общем-то, является основоположником отечественной патопсихологии. Это методика альфа и омега любой патопсихологии. Это бомба. Это смертельное оружие в руках специалистов. Это не пистолет Макарова, это даже не автомат Калашникова. Это ядерная бомба. Можно узнать о качестве мыслительной деятельности человека. Вот с помощью вот этих детских простых картинок. Они настолько мощны, настолько сильны эти картинки. И способ их раскладывания человеком дает настолько большую информацию о качестве мышления. Нарушениях мышления по различным нозологиям. Что просто эта методика несопоставима ни с какой другой. Это самая мощная методика. В одних из следующих видео я покажу еще исключение предметов. И неоднократно буду возвращаться к этой методике. Соответственно, будем говорить о том, как и что делают наши испытуемые, когда сталкиваются с таким заданием. Примерно поровну карточек черно-белых. Но они не черно-белые. Вот удивительно. То есть у нас полная аунтификация. Соответственно, цветная карточка. Вот вы ее сейчас видите. И черно-белая карточка. Но она не черно-белая. Она такая, ну, в общем, на черно-белом принтере такую не распечатаешь. На цветном его надо распечатывать. И с очень высоким степенем качества. Там 1200 пикселей, допустим. Или даже больше. Вот цветная карточка. Вот черно-белая карточка. Еще раз черно-белая. Их неровное количество имеется в виду. По черно-белым цветным они разные по количеству. Но кто знает, тот знает, сколько их там всего. Вот опять же, да. То есть вот цветная карточка. Черно-белая, цветная. Обратите внимание, здесь ласточка. И желтый такой у нее. Желтая головка. Оператору часто все заснимает. Сливы. Барашек. Велосипед. Самолет. Вот тоже цветная карточка. Они фактически, если говорить откровенно, они все цветные. Потому что вот это тоже как бы цвет. Обратите внимание. Надеюсь, камера вроде у нас хорошая. Надеюсь, передаст она. То есть это рисовалось карандашом, красками. В 56-м, там, наверное, раньше рисовалось. Я думаю, что это где-то может быть в 52-м, 53-й, 54-й складывалась эта система патопсихологии. Появились первые, значит, методики, тесты, пробы, так будем говорить. Ну, еще их правильно называть, конечно, методиками. Это не проба, это не тест ни в коем случае, это методика, патопсихологическая методика. Вот таким образом это все выглядит. На этом, я думаю, что все. Ну, давайте покажу еще такую карточку моряка. Моряк, рабочий, ребенок. И, соответственно, не складывают, не спытуемые, вернее, складывают люди, животные. Овощи, фрукты или растения, если по категориальному признаку, соответственно, вновь люди. Ну, и так далее. Раскрывать не буду. Это для специалистов, для медицинских психологов. Это убойное оружие, атомная бомба в плане диагностики качества мышления, мыслительной деятельности человека. Вот таким образом выглядят карточки, методики классификации. Иногда ее называют предметной классификацией. Ну, сама Сопчик в библиографии, все это можно посмотреть, называла все это исключением предметов. Ой, извините, классификации предметов. Не предметная классификация, а классификации предметов. Хотя в литературе встречается и название предметная классификация. И у нее тоже, у Сопчик, прошу прощения, у Зайгарник встречается это, у Блюмура Вольфа, у Зайгарник, встречается и такое, и такое название. Но сейчас принято говорить о классификации предметов. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!